Здравствуйте! Я Татьяна, и вы на моём канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Приглашаю к экранам всех, кому нравится распаковка посылок с сайта «Любимый Василёк». И начну я с футболок. Своих любимых футболок с V-образным вырезом. Ничего не могу поделать. Постоянно пою им оды и даже негласно. Практически в каждом визуальном ролике вы можете меня видеть именно в них. Люблю я их. Люблю. Поэтому, когда только появляются новые цвета, сразу приобретаю. Зелёненькое это у меня есть, но то хвоя, а это хаки. Понимаете? Тоже зелёненькое. Как начала я, помню фотографии, где у меня, значит, такие пастельные расцветки. Первое, по-моему, знакомство было с футболочками. А знакомство продолжается. И я хочу, чтобы к той фотографии добавилось ещё вот это. Итак, три красавицы. Кстати, вот у этой футболки этикетка старого образца, а у этих уже навюсенькая. С цветом баклажан меланж мы уже знакомы. В прошлом ролике я была в такой футболке, расхвалила. И девонькам моим тоже захотелось. Далее идём. Футболка ярко-жёлтая. Лимон. Уже без слова меланж. Видите, как в жёлтой, так и в зелёной. Ну, в зелёной это я по-свойски называю. А так-то она хаки. Ну, видите, здесь всё мудрёно. Меланжа нет. Такой ровный-ровный зелёный цвет. А этот меланж, он вот заключается в такой какой-то вот уловимой серой дымке, что ли. Надеюсь, мой телефон сможет это передать. Для тех, кто просит показывать швы. Поехали. Всё подробненько проедем. Все швы. Посмотрим. Везде заглянем. Ничего не пропустим. Стоит футболочки 498 рублей. И я искренне рекомендую их всем, кто, как и я, любит свободу в области горловины. Ну, а мы тем временем едем дальше. Пижамка. Размерчик не мой. А то б я померила. Пижамка пижамистая. Белый горох на серый. Вот по мне пижама значительно бы выиграла, если бы она была вот просто вот такой. Без всяких тебе рисунков и принтов. Но, мало ли, что я хочу. Так, ничего не отрываю, потому что всё это прям в таком виде и отдам. Я бы эту пижаму назвала «Привет пока». А здесь вот на шортиках – бай. Эх, сейчас чувствуется, я получу. Ну, девочки, я так думаю. Как читаю, так и читаю. Значит, футболка. Вот такая горловинка. Опять забыла. Японское, что ли, пройму плечо. Ну, не знаю, какое-то, в общем. Без рукава плечо. И дальше, дальше, дальше. Без разрезов. Без того, что спинка побольше, перед поменьше. Просто вот так вот заканчивается футболчик. Классика жанра. Смотрим на шортики. Вот такая резинка. Кстати, не тугая, прям такая приятненькая. Мне нравится. Как я люблю и уважаю никаких рисуночков спереди. Коротенькие шортики, кстати. Сзади вот такая красота. Стоят подобные костюмчики 549 рублей. Вот не случайно я оговорилась. Хоть и написано пижама, для меня это костюмчик. Летом милое дело. Ну, каждый волен, конечно же, решать, где и как, и что ему носить. Расцветки самые разные. Заходите на сайт и выбирайте. Ссылка будет под видео. А мы едем дальше. Если в данный момент времени вам самим или кому-либо из ваших близких нужны ночные сорочки, я рекомендую обратить внимание вот на эту. Называется Соната. Цвет ниагара. Если указан цвет, то наверняка, скорее всего, есть еще другие расцветочки. Несмотря на то, что я все-таки сторонница пижам. Люблю я их, да. Грешна. Тем не менее, толк в ночных сорочках я знаю. И где-то так вот для себя внутри подразделяю все сорочки на, ну, какие-то, знаете, неправдочные, что ли. И на серьезные, правдочные, настоящие. Вот эта сорочка мне очень-очень нравится. Во всяком случае, мамочки, например, я бы ее с удовольствием взяла. И она бы ей точно понравилась. Ничего лишнего. То есть никаких-то там этих вот... Не хочу я обидеть. Кружавчики, брыжи. Так все, стираем ластиком. Я это самое... Если я не люблю, это не значит, что кто-то не любит. Но здесь как-то все, вы знаете, так вот по-взрослому, по-серьезному. Горловинка, кокетка, защипочки, рукава. Очень важно иногда, да, людям прикрыть эту часть руки. Дальше идет, 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 идет до самого конца. Свободный А-образный силуэт. Расцветочка очень приятная. Колено закрывающая модель. Почему это подчеркиваю? Потому что очень много ночных сорочек совершенно другого плана. На узеньких бретельках, выше колен и так далее. Но мы все разные. И нам нужно разное. Вот. Показываю швы. Мне сорочка искренне понравилась. И смотрите, не маркая, да? Не темненькая, не грустненькая, веселенькая расцветка. В то же время не маркая. Наверняка расцветки есть другие. Мы остановились вот на этой. Эта сорочка стоит 714 рублей. А вот платочки, к которым мы переходим, всего 108. Посмотрите, какая прелесть. Один я держу упакованным. Это подарок. А это я распакую. И с огромным удовольствием покажу вам всю красоту. Платок перкаль. И вот здесь рисунок номер. Что мне понравилось? Невероятно красивая расцветка. Голубой цвет люблю во всех вариациях. А здесь еще такие вот финтифлюшки, завитушки. Ну, удачнейший. Удачнейший платочек. Я уже пересмотрела, перевидела, перемерила, перетрогала очень много. Это одна из удачнейших расцветок, безусловно. На что мне хотелось бы обратить внимание васильковцев. Это на, ну, я не знаю, симметричность, что ли, обработки края. Если мы возьмем два противоположных краешка, я просто вот согнула сейчас платочек, то видите, полтора, ну, сантиметра, да, может, 12 миллиметров с одного края. И буквально миллиметров 5-7 с другого. Это мелочь. Тем более мы свернем уголок на уголочек, будем носить. Но, тем не менее, я считаю, все в жизни определяют мелочи. Вот с других противоположных сторон дела обстоят чуть получше. Но тоже есть разница. Здесь чуть-чуть побольше вот этого чисто голубого полотна. Здесь поменьше. Ну, здесь уж если прибавить нельзя, то вот здесь вот убавить вполне можно. Мне очень, я человек-любитель асимметрии. Но есть те пунктики, где асимметрия очень важна. Спешу напомнить, что в Васильке есть не только платочки, но и косынки. И есть, да, и панамы. Но если панамы нам как бы уже не актуальны, лето проходит, то косынки и платочки актуальны всегда. Где-то бигуди законспирировать, да. Где-то скрыть отсутствие прически. Где-то просто быть красавицей на кухне. Но почему только на кухне? Везде. Платочки – это наше все. Мы же женщины. Да, еще спешу напомнить, что... Ты, добрый зритель, мне сам говорил. Если взять два одинаковых платочка, сшить их по плечам и с боков, то получится летняя блузочка. Можно не дарить блузку шить. Нет, пусть пойдет по назначению. Ну и, конечно же, уже по сложившейся традиции. Ни один обзор от любимого Василька не обходится без постельного белья. Сегодня опять и одна тошечка. И, ну, разноцветия особо не назовешь. Тем не менее, не одна тошечка. Постельное белье просто темно-синего цвета. Это хлопок джинса. Джинсы или джинса. У нас был хлопок брауни, такого приятного цвета, кофе с молоком. А сегодня вот такой синий джинсовый цвет. Для любителей однотонного белья можно порекомендовать. А это совсем другое уже коленкор, совсем другое настроение, гравитация, кофе. Значит, есть еще комплект гравитации другим цветом, если указан. Ну, как мне думается. Вот такой интересный узор. Ромбики, треугольнички здесь. Про цену не говорю, так как в зависимости от размера. Полуторку мы берем, двушку мы берем, двушку с европростыней, с простыней. Что-то у меня с ударениями плоховатенько. Но вы поправите, если что. И будет зависеть цена. Ну, а это было все, о чем я хотела вам сегодня рассказать и что я хотела вам сегодня показать. Если вам нравятся футболочки так же, как они нравятся мне, футболки Валерии сейчас, мне кажется, представлены в полном расцвете своих расцветок, простите за тавтологию. Потому что что ни неделька, то новая расцветка, что ни неделька, то новая расцветка. Так когда-то было с футболками весна. Тоже невыобразный свободный вырез. Но сейчас как-то их маловато стало, но я все равно надеюсь и жду. Они немножко пошире, по распашонистичам эти, я уже говорила. Но на всякий случай вдруг нас смотрят новенькие. Если вам футболки постольку поскольку, то, конечно же, там кроме футболок море морское. Сейчас похолодало, я, например, с огромным удовольствием хожу в костюме, в теплом костюме, который приобретал тоже Васильке. Костюм я так условно его называю. Я брала отдельно брюки и брала отдельно вверх. Это очень удобно, особенно для тех, у кого размер не один, а тот же. Допустим, внизу размер один, а вверху размер другой. Можно скомпоновать костюмы. Костюмы очень хорошие. Я с огромным удовольствием свой голубенький ношу. Уже не первый сезон. Ссылка на магазин под видео. Проходите. Смотрите, что нравится именно вам. Сегодня я не сказала ничего про скатерти и салфетки, про полотенца своей любимой кухонной. Но надо немножко, так сказать, отдохнуть от этой информации. Хотя хочется напомнить, что если вы боитесь что-то взять именно из одежды, подойдет или не подойдет размер, то уж полотенчики, скатерки, шторки. Парео для бани. Нет, хотя парео для бани тоже разных размеров. В какие-то я спокойно вхожу, в какие-то нет. Полотенчики. Остановимся на них, на моих любимейших полотенчиках. Рекомендую. От всей души рекомендую. Когда хорошо, тогда хорошо. Ну а мне осталось лишь искренне благодарить магазин «Любимый Василек» за предоставленную радость. Обожаю все, что связано. И ношу с огромным удовольствием. Наша традиционная. До новых встреч, мои добрые зрители. А они обязательно будут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова